Астрономы обнаружили новую Супер-Землю, и это звучит весьма интригующе. Эта планета, названная TOI-715b, примерно в полтора раза больше Земли, поэтому ее называют Супер-Землей. Кроме того, она находится относительно близко к нам с космической точки зрения, всего в 137 световых годах от нас. Для сравнения, большинство экзопланет находится на расстоянии сотен световых лет, а все самое интересное, например, черные дыры и туманности, обычно удалено от нас более чем на тысячи световых лет. Итак, может ли она быть обитаемой? Зона обитаемости – это оценка того, где на планете могут быть подходящие условия для существования жидкой воды. Так мы называем некоторое расстояние от звезды, на котором температура на планете должна быть нормальной, а вода должна оставаться жидкой на ее поверхности. Это не очень точная оценка, потому что она зависит от множества факторов, таких как тип звезды, степень отражения планеты и света, ее размер и так далее. Кроме того, для того, чтобы вода действительно была, недостаточно просто находиться в этой зоне. Планета также нуждается в подходящей атмосфере и некоторых других вещах. Поэтому в 2014 году мы придумали более строгое определение – консервативная обитаемая зона. Это более точный термин, определяющий лучших кандидатов, у которых есть жидкая вода. Иначе мы получили бы слишком много потенциально пригодных для жизни планет, которые на самом деле вовсе не пригодны для жизни. Понятие «консервативная обитаемая зона» основано на том, сколько энергии получает планета от своей звезды по сравнению с Землей. Если каменистая планета получает от 40 до 85%, она считается находящейся в обитаемой зоне, независимо от того, как далеко она удалена от своей звезды. У таких планет больше шансов стать пригодными для жизни. И да, там находится TOI-715b. Эта суперземля вращается вокруг звезды типа М, которую также называют «красным карликом». Она намного меньше и холоднее нашего Солнца, примерно в четверть от его размера и массы. Но если планета находится в обитаемой зоне, то это лучший вариант для жизни. Красные карлики живут гораздо дольше, чем наше Солнце – желтый карлик. Это также означает, что у них больше времени для формирования маленьких существ на своих планетах. И этот красный карлик действительно старше нашей звезды. Солнцу – 4,6 миллиарда лет, а этой звезде – 6,6. Плюс-минус несколько сотен миллионов. У нее нет большой магнитной активности, поэтому она не опасна и не вспыхивает, как более молодые красные карлики. Такие вспышки могут быть очень сильными и навредить планетам, лишив их атмосферы. Хотя некоторые планеты вокруг него имеют более тонкие атмосферы, похоже, этот красный карлик уже исчерпал весь свой потенциал. Такие красные карлики – это не те места, где мы сейчас ищем планеты, на которых может существовать жизнь. Наша Супер-Земля находится очень близко к своей звезде, совершая оборот вокруг нее всего за 19 дней. Поскольку звезда маленькая, а планета находится так близко, прохождение планеты перед звездой происходит очень часто и выглядит очень четко. Это позволяет телескопам, таким как Джеймс Уэбб, легко изучать ее атмосферу, не затрачивая слишком много времени. Если говорить о космическом телескопе Джеймса Уэбба, то он открывает новую эру в изучении далеких планет за пределами нашей Солнечной системы. Представьте, что вы сможете увидеть, из каких газов состоит воздух на планете, находящийся за миллионы световых лет от нас. Джеймс Уэбб поможет нам найти миры, на которых может существовать жизнь. Прямо сейчас он пытается выяснить, есть ли у ТОАй 715b атмосфера. Если да, то ее атмосферу будет легче обнаружить, чем более сухую и плотную планету. И тогда мы еще больше воодушевимся, ведь это будет похоже на хорошее место для жизни. Вдобавок ко всему, в этой системе может быть еще одна планета, также находящаяся в обитаемой зоне. Мы не уверены, действительно ли она существует. Это всего лишь кандидат с безумным названием. Но если окажется, что она реальна, то она будет размером примерно с Землю. Кроме того, она будет самая маленькая планета в обитаемой зоне, когда-либо обнаруженная телескопом ТЭС. Еще одна интересная вещь от ТОАй 715b заключается в том, что она может не только содержать воду, но и быть целым водным миром. Планета-океан – это тип планеты, поверхность которой покрыта океаном или имеет подземные океаны. На них может не быть много суши, потому что вода может покрывать все. Иногда вся планета может быть покрыта другими жидкостями, например, лавой или аммиаком. Когда речь заходит о планетах за пределами нашей Солнечной системы, мы не можем увидеть воду на поверхности напрямую с помощью современных технологий. Вместо этого ученые ищут водяной пар в атмосфере, как намек на то, что под ней может находиться жидкая вода. И, конечно, мы задаемся вопросом, может ли на этих планетах существовать жизнь, и надеемся, что не в виде чудовищ, подобных левиафанам. Наше моделирование показывает, что в нашей галактике могут быть довольно распространены планеты с океанами. Это означает, что в ней может быть множество планет-океанов, которые еще предстоит обнаружить. Но самая захватывающая часть ATY-715B заключается в том, что она находится в так называемом «разрыве малого радиуса планеты». Если расставить планеты по порядку, то среди них будут те, что больше и меньше Земли. Но есть неожиданный разрыв в планетах, которые примерно в полтора-два раза больше нашей. Где же они? Этот разрыв интересен ученым, потому что он кое-что говорит нам о том, как формируются и изменяются планеты с течением времени. Дело не в том, что планеты не формируются в этом диапазоне размеров. На самом деле они сначала крупнее, а затем теряют часть своей массы, как воздушный шар, который постепенно сдувается. Возможно, это происходит из-за того, как они вращаются вокруг своих звезд. Звезды сдувают часть их массы, когда вращаются вокруг них, как наше Солнце сдувает газ из хвостов комет. Этот разрыв таит в себе много загадок. И планеты, подобные нашей новой суперземле, это подсказки, которые могут помочь нам ее разгадать. Мы не уверены, существует подобное у красных карликов. Возможно, дело в плотности этих планет, а не в их реальных размерах. Так что изучение обнаруженной нами планеты еще более интересно. Оно поможет нам узнать больше о далеких звездах и их планетах. Итак, недавно мы упоминали ТЭС. Спутник NASA ТЭС Transiting Exoplanet Survey Satellite работает в космосе уже 6 лет и добился невероятных успехов. NASA запустило ТЭС, потому что к тому моменту мы уже обнаружили более 5000 планет, вращающихся вокруг других звезд, главным образом благодаря телескопу Кеплера. Но Кеплер находил в основном крупные планеты, не обязательно похожие на Землю. Мы решили направить ТЭС на поиск небольших планет размером с Землю вокруг близких ярких звезд, чтобы их было легче изучать с помощью будущих телескопов. Вот как это работает. Камера наблюдает за звездами и ищет изменения в их яркости. Если яркость внезапно падает на некоторое время, а затем возвращается, это может означать, что перед звездой проходит планета. Но звезды могут тускнеть и по другим причинам. Например, из-за вспышек или наличия темных пятен на их поверхности. Поэтому нам нужно осторожно обращаться с этими данными. Телескоп ТЭС покажет нам размер и орбиту этих планет. Затем наземные телескопы помогут определить их массу. С помощью этих трех параметров мы можем выяснить, из чего состоят планеты и какие они, каменистые, как Земля, или газообразные, как Юпитер. Одним из примеров открытий ТЭС стала система TOI-700. Там была обнаружена первая в истории планета, похожая на Землю. TOI-700D. Эта экзопланета также вращается вокруг красного карлика, и она находится еще ближе к нам, на расстоянии около ста световых лет. К сожалению, маловероятно, что там можно жить, потому что температуры там просто безумные. Еще одно крупное открытие было сделано в системе AU Microscopy. ТЭС обнаружил планету примерно в 4 раза больше Земли и еще одну почти в 3 раза больше Земли. Эта система стала ключевой областью для изучения того, как звезды и планеты формируются и меняются с течением времени. ТЭС также обнаружил множество других захватывающих находок, включая сверхновые горячие миры. И сейчас, когда телескоп работает уже шестой год, мы можем ожидать новых интересных открытий.